Латвия на пороге большого разбирательства в Европейском суде по правам человека. Суд затребовал латвийского правительства ответы на вопросы о реформе образования в школах национальных меньшинств. После того, как русские школы перевели на латышский язык обучения, сотни исков были отправлены из Риги в Страсбург. Риски и иски. Личное дело. Алексея Дунды. Али де Дроа до льом Страсбург. Это адрес Европейского суда по правам человека. А дорога к нему началась за этой дверью. Здание на овальню 2 в Риге. Именно здесь 6 октября 2017 года министр образования Карл Шадурский представил свою новую реформу. 50% госязыка для начальных школ, 80% для основных школ и 100% для средних школ. Причем не только государственных, но и частных. После такого пропорция 60 на 40 точно показалась цветочками. Цели реформы министр обозначил так. Цитата из релиза. Реформа обеспечит однородный стандарт образования в Латвии как национального государства. Соответствует ли этот национальный стандарт правам национальных меньшинств и решат в здании на Али де Дроа до льом в Страсбурге. В 1968 году франкоговорящие жители региона Фландрия в Бельгии пожаловались в ЕСПЧ, что их дети могут учиться только в голландских школах. Это был первый иск подобного рода, но приговор был не в пользу родителей. Европейская конвенция по правам человека гласит, никому не может быть отказано в праве на образование. Но эта конвенция не о доступе к образованию на родном языке, а о доступе к образованию в принципе. И в Бельгии для франкоговорящих детей доступ к образованию был, поэтому и проиграли. Бельгийское языковое дело долгие годы было показательным и наделяло государство большой самостоятельностью в сфере образования национальных меньшинств. Но со временем появились и новые дела об образовании на греческом, на северном Кипре, о молдавских школах в Приднестровье, об экзаменах венгерских школ в Румынии. Потихоньку национальное меньшинство открывает для себя Европейский суд по правам человека, как возможный орган для рассмотрения их жалоб. Открыли этот орган и в Латвии. Это стало возможным после проигрыша противников реформы Шадурскиса в суде в Сатворсме. Один за другим суд отклонил иски по реформе во всех школах, только в частных школах и в детских садах. Поскольку юридическая борьба в Латвии была исчерпана, открылась возможность для исков ЕСПЧ. В Страсбург ушли более полутора сотен исков трех типов против реформы в детских садах, в частных школах и в государственных школах. В прошлую пятницу Европейский суд по правам человека прислал правительству Латвии вопросы по искам. В частности, гарантируется ли право на продолжение уже начатого образования на языке, кроме государственного? Ущемляют ли ограничения на использование русского языка саму суть права на образование или его эффективность? Затронуто ли право на уважение частной и семейной жизни? Таким образом стартовал этап коммуницирования дела. Уже факт того, что дело коммуницировано, показывает, что на первый взгляд суд видит проблему. Для понимания, в прошлом году в ЕСПЧ были отправлены 414 жалоб. Из них только 22 перешли на следующий этап. Надежды нахер растут с каждым днём, потому что скорость для Европейского суда по правам человека сверху невероятная. Как будто мы какой-то коллективный наваляй. То, кто должно было заняться обычными темпами 5 лет, практически сверху из загов. Владимир Бузаев составлял и готовил иски в ЕСПЧ по детсадам и государственным школам. Юрист Тенгиз Джибути писал жалобы по частным школам. По его словам, ЕСПЧ, чтобы ускорить рассмотрение исков из Латвии, применил так называемую пилотную процедуру. Обычно в таких случаях берут примерно 2, 3, 5 или 10 до 10 жалоб, которые принципиально характеризуют проблематику. Объединяют в одно дело, как и случилось у нас. В данном случае это 8 возбужденных дел, которые объединили в одно. И ещё порядка 160 ожидают рассмотрения вот этого большого объединённого дела. В этом объединённом латвийском деле всего 8 жалоб по всем трем видам образования. По словам юриста, исход этого общего дела станет прецедентом для всех остальных исков. Позже их рассмотрят на автомате. В ту информацию, которую нам прислал суд, указаний, что это пилотный процесс, я не нашла. Кристин Неллице будет защищать позицию Латвии в ЕСПЧ. Она соглашается, вопросы из ЕСПЧ – важный этап. С 1997 года до него доходили 396 раз. Из них в 355 случаях вынесен приговор. Счёт 187-178 в пользу латвийского государства. То есть статистически шансы близки. Но за последние два года фон дела для Латвии заметно ухудшился. Во-первых, реформу в 2020 году оценила Венецианская комиссия. Это консультативный орган Совета Европы. По версии латвийского МИД комиссия одобрила реформу. В оригинале же отчёта указывается, что изменения вызывают критику, поскольку не обеспечивают справедливого баланса между защитой прав меньшинств и их языков и продвижением государственного языка. Рекомендации комиссии такие. Вернуть прежний билингвальный подход к игровому обучению на всём протяжении дошкольного обучения. Предпринять все меры, необходимые для того, чтобы государственные школы предлагали меньшинственные программы везде, где наличествует достаточный спрос. Отменить требования языковых пропорций для частных школ. Во-вторых, уже в этом году сам Совет Европы раскритиковал Латвию за доклад о положении национальных меньшинств. Есть в нём в частности такая рекомендация – обеспечить сохранение доступности преподавания и учёбы на языках нацменьшинств по всей стране. Эксперты говорят, вероятно, победа в исках по частным школам. Даже в суде Сатворсме двое судей указали особые мнения, где раскритиковали вмешательство государства в частное образование. Я думаю, что по поводу частных школ, особенно после этого заключения Венецианской комиссии, там ситуация практически в одни ворота, что называется. То есть по частным школам, я думаю, это был бы очень большой сюрприз, если бы государство выиграло. С государственными школами сложнее. Суду предстоит оценить, не пришло ли грань государства, когда ужесточило языковые требования для уже действовавшей системы образования. И оправдывают ли цели государства выбранные им методы. То есть, по сути, латвийское языковое дело может стать новым бельгийским. Если суд по правам человека принимает приговор, в котором указывают, что допущено нарушение конвенции по правам человека, то, во-первых, моя задача проинформировать кабинет министров о таком решении и предоставить анализ, почему, по мнению суда, такое нарушение произошло. Самая важная задача правительства — понять аргументацию суда, чтобы выполнить обязанности, которые накладывает конвенция по правам человека. То есть, не допустить повторения идентичного нарушения в будущем. Суд по правам человека не указывает, что именно делать. Приговор суда не отменяет автоматические законы. То, как выполняется приговор, находится в ведении государства. Для Латвии как репутационный вред, так и материальные последствия неисполнения, я уж не говорю о возможном исключении из состава Совета Европы, были бы немыслимыми. Поэтому для нас, как заявителей, мы рассчитываем, что Латвия будет исполнять решение ЕСПЧ так же, как и мы все. Бывший министр образования Карли Шадурскис отказался комментировать перспективы реформы его имени в ЕСПЧ. От интервью он отказался. Говорит, не хочет влиять на решение суда. Подождем приговора. Личное дело Алексея Дунды, Латвийское телевидение.